КОНЕЦ 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 Короче, для роликов экспедиции я сделала специальные штампики, на которых вырезаны вот такие буквы. А Петя склеила их между собой в шевеляющиеся картинки, и теперь вы смотрите на них, когда начинается ролик. Выглядит это так. Пиу. 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 Когда соединяются надписи, сделанные со сдвигом и с мусором, то получается то, что вы видите на экране. Это чернила. Я вожу их с собой. А это специальный материал, который заменяет линолеум. На нем вырезать гораздо проще, чем на линолеуме. Он продается в американских магазинах в разделе блок-принтинг. То есть, по сути, представляет собой что-то вроде более или менее толстого гибкого ластика, которым вырезают специальным инструментом. Его можно использовать для того, чтобы поразвлечься дома. Или, например, если у вас свадьба, то вы можете вырезать себе штампики «Вася плюс Маша равно любовь» и нашлепать себе на открыточки, разослать их своим друзьям и знакомым. И все будут поражены вашим искусством. Вот. У меня есть вот такой вот инструмент. В него вставляются разные насадки. Их можно закрепить. Вот он как выглядит. То есть, это такая маленькая конюля, и ей вырезаются канавки. Примерно таким образом довольно быстро на свет появились логотип Индоэкспо и имена участников. И всякие картинки, которые там трепещут у Пети. Сердечки, облачка и прочее. Вот. Я взяла с собой этот материал в дорогу. И сейчас мы применим магию. Дело в том, что в этом Этноэкспе мы безуспешно гоняемся за Wi-Fi. Он превращается в путешествие по Индии за Wi-Fi. А поскольку в Китае Этноэкспе в логотипе был значок Wi-Fi и с Wi-Fi было все хорошо, то я решила, что надо вырезать значок Wi-Fi и здесь. И, может быть, если мы его пошлепаем некоторое количество раз, то Wi-Fi внезапно появится. Для того, чтобы его вырезать, нужно сначала нарисовать себе какой-то предварительный макетик. Чем больше эти элементы, тем легче будет вырезать. Поэтому я взяла намеренно довольно большой кусочек этого материала. Чтобы не мучиться. Нарисовала криво. А перерисую. Ага. Так. Он выглядит, как такой треугольник. Основанием кружочек. Вот так, более правильный способ. Вот. Вырезаем то, что пропечатывать не нужно. А то, что пропечатывается, остается в виде горочек. Вот. Поскольку здесь площадь большая, то вместо тоненькой конюли можно взять такую здоровую толстую штуку и прямо порезать ее. Вот так. Угу. 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 В виде отпечатка это все будет смотреться очень симпатично, рукодельно и лампово. Особо усердствовать не буду. Потому что эти вот, например, нравятся, когда прижимаешь ее плотно и остаются такие черточки. Там за нами наблюдает военный мужчина. Ему тоже интересно. Надо было позвать его. Возможно, у него свадьба и он хочет сделать в своей невесте подарок. Ну вот. После того, как вы вырезали все с первым предвлежением, получилась такая вот фиговина. Ее надо протестировать. Вай фай. Теперь у нас есть много. Много вай фая. Давай. Я тебе еще сделаю. Не нервничай. Вот так с помощью ножа и резинки находит себе путь в мир высокие технологии. Я не буду смотреть на улице. Я не буду смотреть на улице. Субтитры сделал DimaTorzok